Что такое Метро-2033? Это... Серия Метро один из лучших примеров СНК Игропрома. А так ли это? Сегодня на разборном столе первая часть. Верни ее переиздание Redux. Я до этого лично не затрагивал эту игру, поэтому у меня не будет розыгрыш очков на скольги. Постараемся разобрать произведение не предвзято и без купер. Но вы конечно понимаете, что все вновь сведется в полной субъективщине. Свои отношения к игре выскажу в конце видео. Игра была разработана судьей 4A Games под издательством Deep Silver в 2014 году. Заваривай чай, подписывайся на канал. А с вами Энджи, мы начинаем. Как сказать, более корректно мое впечатление о визуальной части игры. Но это пока что самая красивая и графонистая игра, которую я проходил. Особенно сравнив с оригиналом, можно увидеть заметные отличия, выгодно выделяющие переиздания. Текстуры вполне себе четкие, а за счет освещения многие недостатки сложно увидеть. Но да, мне ведь почти всегда все происходит под покровом тьмы. Лишь иногда выбираясь на поверхность уже мертвой столицы. Это показывает всю удручающую и жуткую атмосферу постапокалипсиса в реалиях московского метро. Которая действительно выглядит интересно. Особенно на фоне других игр в этом жанре. И как бы такая атмосфера не стала реальностью. А вот что немного выбивается из всего этого, так это лица персонажей и их анимации. Они выглядят, по моему мнению, как-то мультяшно. Но это не критично. Зато модели оружия, которые с нами всегда, выполнены хорошо. Можно даже поверить, что эти самопауы сделаны в таких условиях. Делая вывод, могу сказать следующее. Графика в игре очень хорошая. Ею можно в какой-то степени наслаждаться. Моя оценка 8 из 10. На игровом процессе мы остановимся поподробнее. Игра была разработана на собственном движке разработчиков O.A.A. А сами девелоперы уже имели опыт в создании шутеров. Ведь многие из них выходцы из GSC Game World. Разработчиков трилогии Stalker. Которая у меня был небольшой опыт прохождения. Поэтому во время игры чувствуется это перо авторства кача. Это шутер с элементами выживания. Которые здесь вообще не номинальны. Игру я могу назвать сложной. Как раз за счет дефицита необходимых средств выживания. Таких как патроны, аптечки, противогазы и их фильтры. Которые даже при нормальном уровне сложности порой не везде найдешь. Я уже не говорю про уровень рейнджеров. Вы конечно можете покупать это в местных магазинах. Но знайте, что патроны это не только боевая единица. Но и денежная. Поэтому с ними все же стоит обходиться осторожней. Что в противном случае может привести к болезненному. Очень даже болезненному. В зоне ниже спины прохождений. Вдобавок при покупке какого-либо предмета. Он резко падает в цене. Из-за чего нет смысла что-либо продавать. Ворден капитализм постапокалиптичной Москвы. Также в окне стоит иметь все виды вооружения. Потому что пули здесь не универсальны. Одни для автоматов. Другие для дробовиков. Третьи для пистолетов. А есть и горбулы. Насчет стрельбы. Она комфортная. На даче чувствуется. Но нет импакта. Застреляешь противника пока он просто не упадет в рак доли. Что маленько портит впечатление. Так как запасы патронов у нас очень ограничен. В игре есть места для прохождения в стелсе. Но у меня всегда все сводилось в тупой перестрелке. Хотя игра всячески ворус полагает на тихое прохождение. Всячески предоставляя модель соус глушитель. Ну или же просто как дополнение к своему оружию. Также есть еще и холоты. Метательные ножи. Саунд геймплей нормальный. Физика движка это обеспечивает. Жаль, что противники никак физически не реагируют на попадание. Ну и поломанная экономика. Ну совсем уж резкая инфляция. Отсылка 7 из 10. Саунд рейд игры отлично поддерживает атмосферу. Акустическая гитара. Это отличный для этого инструмент. Передает этот постсоветский дух. В какой-то степени даже родной. Длинусь, я когда-нибудь куплю гитару и буду учить эти треки. Я даже не на участие этого треклиста добавил к себе плейлист. Но есть, конечно, и отдельные напряженные композиции для боевых садов. Которые отлично дополняют эмоционально. Оценка 9 из 10. Вот мы и добрались до оружия. Общей сложности скажу. Эти стволов вам вполне хватит на время прохождения. Сделанные модели хорошо. Про импакт я уже говорил. Ему нет. Ага. Оценка 7,5 из 10. Так, стоп. В этой игре русский является языком оригиналах. Поэтому нет смысла про него говорить. Можно сказать, что очень часто повторяются голоса. Но это проблема номинальная. Идем дальше. Он тупой. Но порой выборочно. Хотя в большей степени тупой. Особенно в стелсе, когда зачищал станцию Ганзы. Солдаты в соседних помещениях вообще не слышали моей перестрелки. Бауланчики способны вас убить лишь в своем количестве. Что немного удручает. Хотя меня валили достаточно часто. Но тут скорее из-за моей тупости. Оценка 6 из 10. Изначально я собирался покатить оригинал. Но мой друг достоял, чтобы я играл именно в Redux. Вера в то, что игра пойдет на моем ноутбуке с процессором Intel Core i5-1135G7 с интегрированной графикой Intel Iris ZE и 8 гигабайт оперативной памяти. Но к моему огромному удивлению, игра шла более-менее стабильна 30 FPS с редкими проседами. При внимании, при максимальных настройках, сказать, что я был вау, это нихуя не сказать. Оптимизация игры достойна уважения. Оценка 8 из 10. Ну вот мы и добрались до истории, которая сделана на основе серии романов российского писателя Дмитрия Буховского. Ныне считающегося иноагентом на территории РФ. С сюжетом я ознакомлен только по игре. Книги я не читал, но хочу. Да, в игре есть элементы политического высказывания писателя. Конкретнее его антисоветская позиция, которая в принципе имеет место быть. Хотя порой это вытекает в глупую плюку. Спасибо, что это только в некоторых эпизодах показано. А не на гонии в течение всей игры. Этого мне ждать в продолжении. Сама игра рассказывает про Артема, жителя в станции ВДНК через 20 лет после Третьей мировой войны, уничтожившей весь мир. Лишь люди в метро смогли выжить. Мотивация Артема строится на помощь уже покойному товарищу Хантеру, чья просьба на случай смерти состояла в сообщении в Орден Спарты насчет новых мутантов, черных, которые являются гуманоидами с телепатическими способностями. Но с людьми они не могут построить контакт, потому что их телепатия сводит людей с ума, из-за чего последние намерены уничтожить локовым мутантов с помощью баллистических ракет, что у них в итоге получается. Хотя есть и концовка, где Артем смог наладить контакт с черными, но она не является каноном. За время сюжета мы встретим достаточно интересных персонажей. Например, Хан. Загадочный странник, о котором нам практически ничего не известно, но он каким-то образом притягивает. В общем, это неплохой боевик с интересным сюжетом, где нам придется столкнуться как с мутантами, так и с людьми разных станций и идеологий, которые могут быть даже более жестокими. Есть коммунисты, фашисты и капиталисты-торговцы, именуемые ГАЗы. Единственный минус – синдром Гордона Фримена у Артема. Во многих моментах это выглядит крайне тупо, особенно потому, что во время загрузки мы слушаем его заметки, озвученные им же. Оценка 7,5 из 10. По итогу могу сказать, Metro 2033 Redux – проект, достойный внимания. Пугающая атмосфера и сеттинг русского постапа делают прохождение игры стоящего вашего внимания. Итоговая оценка игры составляет 7,5 из 10. И если вы досмотрели ролик до этого момента, пишите в комментариях число 18,07, а также свое мнение по поводу игры «Комментария». Подписывайтесь на канал и другие ресурсы по ссылке в описании. И помните, жизнь не вечно. Завтра может не наступить. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok